Всем здравствуйте! А не позавтракать ли мне сегодня с вами вместе на камеру? Подумала, я собираюсь в деревню Выдры. Это где-то 10 километров на веке пилить. В общем, у меня сегодня на завтрак вчерашний супчик. Последние остатки были роскоши. Думаю, кому интересно, что за супчик, гляньте предыдущий хапчик на камеру, вчерашний. Там в самом начале я говорю. И я опять без слепушка, но зато я с салфеточками. Да, на второе у меня. Ну, вообще, я просто подумала, что одного супчика мне будет мало. А что-то такое варганить, ну, просто как-то не с руки. Тут у меня салатик, который салат. Трава такая, растительность. И редиска. Вообще было две таких с полкулака редисины каждая. Ну, и подсолнечное масло и соль. Обычно я делаю со сметанкой, но у меня помидорка. Еще сюда добавляется помидорку. Я вчера вечером уделала. Поэтому я решила как-то так. И сок я сегодня тоже, кстати, посолила. Ну, и тут у меня пуэрчик. И растянутое удовольствие. Конфетки из тюмени от подписчицы Лёльки. Всем приятного аппетита. Кот у меня тоже только что позавтракал. Наверное, даже в третий раз уже за утро. Кстати, люди, как вы проводите свое утро? У меня зарядка, душ, потом завтрак. А у вас? Хотя сегодня меня раньше времени разбудила подружка, дабы сообщить радостную на ее взгляд новость. В принципе, я за нее рада, но мы с ней договаривались, что в определенное время она мне, точнее с утра она мне звонит, если я не работаю, как бы официально или никуда не тороплюсь. По будням, короче, она мне звонит не раньше десяти. По выходным примерно так же. У меня было в запасе еще 45 минут, чтобы поспать. Но в итоге, в общем, просто пришлось полежать. Она даже по голосу не поняла, что я сплю. Не знаю, может у нее эта новость, конечно, так рано в ранищу случилась, тогда я ей сочувствую, потому что она, конечно, может и хорошая эта новость, но до нее в такую ранищу мне ее жалко. Мясо тут, кстати, свининка, филе. Очень хорошая свининка, цену я, правда, нифига не помню. Что-то около 300 рублей вроде за килограмм. И вообще, если верить Яндексу, сегодня должно было быть не более 17 градусов. Вот мой балконный градусник пока 34. По ощущениям, ну, может, градусов 20, если в теньке, может 25 даже. Придется мне ехать, скорее всего, в панамке, дабы не напить свою черепушку. Так как у меня не сложилось рассоединить вот это вот, она, видимо, монолина, скорее всего, какой-нибудь такой брак заводской, то я заказала именно вот такой маленький штативик, там еще несколько креплений в наборе было, она в связном. Даже впервые с карты связного Заюзала балок, какие-то там у меня были. Эта карта у меня уже, не знаю, года 4, наверное. Но как-то я ничего особо на связном не заказывала. А когда покупала, то меня не спрашивали на карте, типа, на кассе, есть ли у меня эта карта. А когда покупала ноут, то долго пришлось объяснять, что у меня действительно эта карта есть. И почему они ее как бы не спрашивают. Даже хотела, там же можно сказать, что вот у меня номер этой электронной карты, ее отменять на как бы нормальную карту. Но оказалось, что в нашем городе таким не занимаются. То не как у людей, скажем так. Еще я тут играла на пианино внезапно как-то. Даже записала, ну, чисто тестала. Ведь сзади получилось, надо забыла совершенно. На зоне делала вчера заказ. Частично тетя. Немножко себе. И забыла совершенно на этот юсбичный провод, наверное. Потому что даже на штативе, вот эту камеру, на которую сейчас пишу, ставила. Или надо как-то к нетбуку ее подсоединять. Не очень понятно, не очень удобно. Чтобы и пианино было видно, и меня хотя бы в профиль, а не вид сзади. Иногда между едой Леля запивает это все чаем. Нос согрелся. Но у меня есть еще одна салфеточка. А теперь у нас салатик. Вы любите салатики из овощей? Сейчас самое то. Я думаю, у кого есть сад-огород, у вас, скорее всего, должны быть там, ну уж салат-то везде растет. Редиска. Что в первую очередь сажают? Очень вкусно и полезно. Ну, а у кого так называемого своего нету, это можно купить, я думаю, в магазине, насколько мне известно, сейчас в России, благодаря всем этим странгсам или как-то мы очень много где развелось это самое хозяйство. В прошлом году еще покупала какие-то подмосковные, что ли, овощи из какого-то там колхола. Очень даже достойные. Да, возможно, у меня все еще немножко влажные волосы и из всего ухода у меня на лице было только вот это вот средство от Алены Сакураины. Та, у которой блок с интересными путешествиями. Кажется, в блоке интересные люди или как-то так у меня там на канале на основной странице. Я ее смотрю иногда. окончу с этой камерой. Так как у меня как бы вот эта штучка вот здесь я ее, конечно, сейчас уже возьму. Все думала изолентой примотать, как написано было в каком-то каменде в каком-то обзору подобных камер. Но с другой стороны я сейчас поеду слегка нагруженная продуктами, поэтому может лучше действительно дождаться 26-го вроде когда должен доставить мой заказ с везиной и уже просто туда прокатиться не до самих выдров, а где-то до середины дороги. Там вообще очень красиво. Я все хочу туда съездить чисто так вот. Не за молоком, а просто не доезжая прокатиться. Да, кто не знает, то я езжу за козьим молоком. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Чисто без монтажа можно залить, пока оно заливается, я собрусь. Как губило дух зайца. И любителям поесть, точнее поесть то, как другие едят, вроде как нормально. Я сама поем. Ой! Полетенок, нуля. Кусочек салатика с вилочки стяжелся. Вот так. Вот так. Вот так. Вот так. Вот так. Еще на озоне вчера, ну практически в ночь на сегодня получила так. Вот так. Заказала вовремя. Вспомнила этот канцелярский ножичек всего за 24 рубля. И маечку одну. Вообще, хотела очень маечку, чисто вот с маечками, потому что посмотрела, у меня просто вообще одни такие вот топики. Ну, в смысле такого типа. Из топиков. Так как минимальный заказ на базу выдачи 500 рублей, а что-то еще вроде как ничего и не надо. то когда случилось, что надо заказать джинмаморский крепик на зоне, кстати, дешевле, чем на сайте, то я решила сунуть туда эту кофточку. По-моему, очень хлопок и что-то там в 149 рублей. Всего же. Взяла 42 размер. У меня то ли 40, то ли 42. Фигнать. Ну и судя по поводу, я поняла, что на 42 примерно так и нормально. на тот самый рост, как у меня 162 сантиметра с копейками. Редиска дала немножко сока, потому что не видно его. Да, надо было взять какой-нибудь ножичек или хлебушек. Не подцепляться. Куфем� wipe пока и у этой проблемы он практически не 봐 absorelling. Ура. Ура. вообще чайник у меня не успел особо подогреться когда-то мне пришла идея поесть на камеру что-то надо было поставить вместе с супом и по крайней мере пока я делала салат поэтому и так-то был не очень горячий и сейчас-то не особо теплый ну в смысле теплый но хотя бывает холоднее и 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 вот что значит много накидать себя в еды несладкой внезапно пол конфетки только влезла ну зато потом приеду мне будут две с половиной конфетки это некоторые влазы заявляют, что я много сладкого е очень даже немного я понимаю, что я там торты каждый день лопала, пирожные иногда покупала все пирожные, но чисто вот да, можно же иногда я ж не том на мехе все-таки хороший чай пуэр, который долго лежал я даже не помню, когда мне Юлька дарила этот чай может быть пять назад мы с ней обещаемся с 2011 года, с марта но он у меня долго лежал и так-то долгий был, древний ну смотря хорошие выдержки так еще и лежал в общем, всем спасибо за компанию всем удачного дня, пока спасибо за просмотр! спасибо!